Конец эпохи дачников. В Крыму продолжает действовать упрощенная система перерегистрации садовых участков и строений на них. Но так ли все просто на самом деле? И почему инициатива упростить процедуру иногда и усложняет? Обсудим это с нашими гостями. В студии Евгения Добрыня, председатель комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. Александр Спиридонов, председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Ну и, собственно, попробуем подключить наших телезрителей. Да, господа, если есть какие-то вопросы или возникнут в ходе программы, столкнулись с определенными сложностями при переоформлении дачных участков, звоните в нашу студию, телефон на ваших экранах. Евгения, по количеству продлений сроков, да, дачная амнистия, она может смело конкурировать, наверное, с приватизацией, да, тоже бесчисленное количество раз продлевали. Вот почему людей заставляют бегать, ставят какие-то сроки? Может, стоит ее вообще сделать бессрочной? Ну, мне сложно осудить, почему. Я могу только сказать, почему мы инициировали в Крыму продление дачной амнистии. В силу того, что на всей территории Российской Федерации она действовала более 10 лет, то в Крыму это было сначала ограничение 2 года, потом еще дополнительно. Ну, и сейчас мы также в свое время установили до 1 января 2020 года дачная амнистия в классическом крымском понимании действует. Что такое дачная амнистия, мы с вами понимаем, это упрощенная процедура регистрации права на, скажем так, дом, хозяйственные постройки, гаражи, на земельном участке, подчеркиваю, который на определенном праве принадлежит человеку, то есть хозяину этих участков. Ну, вот действительно ли процедура настолько упрощенная, Александр? Можете рассказать пошагово процедуру, да, куда идти, какие документы нести, сколько платить, полагаю, платить все-таки нужно? Да, без проблем. Единственное, сделаю шаг назад. Первая эпоха дачников не кончается, эпоха дачников в части нормативного регулирования перешла в новую веху. В эпоху огородников? Нет, в веху фактического признания давным-давно сложившиеся отношения, что дачи, огородные участки, это уж никакие не дачи, это вполне себе или удаленные, или слившиеся с городом жилищные массивы. Да, не надо далеко ходить, каменка, уже часть пояса вокруг Симферополя. Соответственно, и пошло государство-законодатель по пути легализации строения со статусом жилой дом, ибо это прописка, прежде всего, это необходимость установки соответствующих приборов, индивидуальных приборов учета, электричества, воды, тепла, дай бог, когда-то там уже будет, да, общее отопление. Соответственно, 10 лет жили в коллизии, которая существовала между жилищным кодексом и 66-м ЗРК, в дачном хозяйстве условно назовем. Там был статус жилое строение, но прописываться можно в жилом доме, и люди были вынуждены ходить в суд, признавать соответствующие статусы. На сути из-за одного слова, да? Настроение домов, знаете, наука правоведения не до такой степени вальяжна, чтобы одно слово, плевать на него и так дальше. Один или десять лет лишения свободы, это тоже два разных слова, но принципиально многих разница волнует. Поэтому это тоже было решено. Тверо отвечаю прямо на ваш вопрос, что необходимо. Самое главное, чтобы был легитимен, законен земельный участок. Соответственно, самым распространенным документом является государственный акт на земельный участок. Если человек ранее уже в госком регистре оформлял, то ему вообще на все требуется технический план, визуально на диске строения, где четко указано, что вот это строение, совокупность строений, хозпостройки, обычно несколько, эксплуатируется отдельно стоящих литер, и оплата госпошлиной, 350 рублей. Упреждаю вас в вопросе, сколько может стоить техплан, когда расстояние небольшое, куда надо выезжать на такой объект, в Симферополе, в Каменку, варьируется это на рынке от 5 до 8 тысяч рублей со сроком изготовления данного материала, от недели до месяца, до плюс бесконечности, но не будем крайние случаи брать за пример. Что подпадает под дачную амнистию, может, тоже важно, она распространяется только на людей, то есть и не распространяется на юридических лиц, ясное дело, методом исключения, и когда хотят узаконить, по сути, многоквартирные дома, то есть нельзя самостоятельное помещение образовывать в здании, которое... А еще вот некоторые планируют узаконить землю под гараж, да? У нас есть звоночек, мне режиссер подсказывает, что с этим вопросом зритель обратился. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вы можете задать свой вопрос. У меня такой вопрос. У нас в Богдановке, это Мирновский Дельский Совет, оперативные гаражи, 100 гаражи. Вот мы 5 лет пьемся, никак не можем оформить. А скажите, пожалуйста, вот куда можно прийти, почему с тысячи инстанций мы должны отбегать, почему? Мы платим 300 рублей 130 гаражей, 300 рублей в месяц, я дядя с ним деньгами, а не платить государству, нет? Как вы считаете? Спасибо за вопрос. Здесь, наверное, человеку нужно задать гаражную амнистию, но... На самом деле мы урегулировали вопрос, также в отношении гаражно-строительных кооперативов. Дело в том, что при переходе в Российскую Федерацию, туда необходимо легализовать и привести свои документы в порядок. Соответственно, российские законы гласят о том, что договора аренды, как правило, заключаются на торгах. И вот наши крымские, скажем так, гаражные кооперативы попали в такую ситуацию, когда необходимо было заключить договор аренды, выходя на торги. Ну, понятно, что ситуация неприемлема, соответственно, были прописаны соответствующие изменения в 66-й ЗРК. И, в принципе, этот вопрос урегулирован. Мало того, прописана дорожная карта, как необходимо, какие предпринять меры, какие мероприятия, что необходимо сделать. Она прописана со сроками, куда обратиться. Вся информация находится на сайте Министерства имущественных и земельных отношений и, соответственно, администрации. Если уважаемый звонивший сказал, что это Богдановка, соответственно, это Симферопольский район, свое сельское поселение, нужно обращаться. Сначала согласовывать схему, ну и дальше сначала само юридическое лицо получает в аренду соответствующий участок и потом легализует гаражи. Это очень укропненно, но я рекомендую ознакомиться с документами. Законодательно прописано, но по факту проблема еще есть. И урегулирована. Там, во-первых, реплика про тысячи инстанций, это я не знаю по всему миру, может, столько и не соберется, это еще госинстанции, так слегка утрировано. Второе, если это гаражный кооператив, там, скорее всего, просто не повезло с председателем, который не может наладить работу и избавить от подобных хлопот членов гаражного кооператива. Они, в конце концов, платят соответствующий взнос, тоже человек об этом сказал, на содержание постоянно действующего должностного лица, представителя кооператива. Я уже некоторых таких хитрецов знаю. Александр Ильич, я тут как бы с вами соглашусь, что многое зависит и от самих председателей, как гаражных кооперативов, так и дачных, садовых. Ну и очень многое зависит и от организации работы в муниципалитетах, в администрациях. Люди могут готовить свои документы и ходить месяцами. То пакеты документов теряются, то вовремя нет ответа, то еще что-то. То есть тут тоже нужно признавать о том, что это такая двойная... Не смею спорить, какое колесо пошли не главное. У нас есть еще один вопрос от телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы можете говорить. В общем, дом... Строился живой дом по проекту 89-го года. Была 75 метров жилая и 150, по-моему, балетных площадь. Вот. Подвал, мансарда и два жилых этажа. А сейчас эта вся телезрительная площадь считается как в одно целое. Алло. В одно целое. И получается, он более 400 метров. Скольки? Нам это не было никаких ограничений. Подвал он не считал. Сейчас это подвал. Там было ограничение по высоте. Вот. И мансарда. А сейчас это все считается как общая площадь и никаких там полезных жилых там. Спасибо за вопрос. Но мы попросим Александра ответить. Да, вы пометочки делали. Да нет, это вопрос хитрецой. Как это так? Жили-были в 89-м году 79 квадратных метров и в 2019-м. Тут как раз в пору отмечать 30-летие нелегализации данного строения. Во-первых. Во-вторых, стало 400 квадратных метров. Нет. Всегда в общей площади была структуризация иных площадей. В квартире той же это балкон. Все известные. А в домах тоже звонивший обозначил подвальное помещение. Машины времени нет. Действующая законодательство Российской Федерации и Республики Крым обозначило те параметры, которые обозначило 300 квадратных метров. Соответственно, здесь путь или судебный признание права на жилой дом. Сначала получить отказ в регистрации, возникнут спорные отношения, и тогда они разрешаются в суде. Ситуация не безвыходная. Суды всегда на стороне людей. Все за вовлечение в легальный, гражданский и налоговый оборот объектов недвижимого имущества. Здесь врагов нет. Просто и законодатель не может сделать резиновым критерий. Мы получим тогда, ну, фавелы мексиканские, когда вот кто что хочет. Их и так у нас, мягко говоря, много. Это отдельный, наверное, эфир. Без проекта большой дом, наверное, несет в себе какую-то... Если говорить в подвал... Получается, подвал 300 квадратов. Ну, нормально углубился. Если говорить в принципе о тех категориях, да, или тех ограничениях, которые... Ну, из-за которых, да, невозможно перерегистрировать участок. Какие это? Вот я... 300 квадратов, да, площадь более 300 квадратов дальше? 300 квадратов, не больше трех этажей, включая мансардный. Вот такие постройки, возможно, зарегистрировать без соответствующих проблем, без проектов, без судебных каких-то решений. Все остальное только через суд? Все, что больше параметры, соответственно, через суд, через проект, через легализацию, через большой объем документов. У абсолютно, наверное, большинства дачников, да, нет никаких других документов, кроме как членской книжки. Вот в этом случае возможно узаконить? Конечно, но сначала нужно узаконить землю. И в данной части, безусловно, мы, зная проблему наших дачников, как правило, очень была распространена практика в Крыму покупки земельных участков. Человек понимал, что он покупает понятийно, скажем так, земельный участок и то строение, которое на нем находится. А по факту из документов ему передавалась членская книжка. В лучшем случае это все проходило через собрание соответствующих судовых этих товарищей. По сути, человек за, я не знаю, сотни тысяч рублей покупал просто членство в товариществе и возможность пользоваться имуществом, которое ему передали. То ли земельный участок, то ли, соответственно, участок и дом. Поэтому была проведена колоссальная, на мой взгляд, работа. Мы провели полную инвентаризацию, выявили, как обстоят дела в общем и целом в Крыму, потому что было много действительно обращений таких людей, которые просили помочь им пойти навстречу, как им выйти из ситуации. 867, если не ошибаюсь, садовых товарищей на территории Республики Крым существует. Только у 30% не было никаких проблем в той части, что они вовремя перерегистрировались до марта 2015 года. В той части, что у них были полные пакеты документов, они перерегистрировались, и их члены чувствуют себя нормально. Соответственно, была проведена работа, был принят отдельный крымский закон 320 ЗРК. Прошу всех обратить внимание, кому необходимо изучить его. В контексте которого также были прописаны три дорожные карты. То есть, по сути, это инструкции по применению, как, куда, кому идти. Сначала должно провести определенные работы юридическое лицо, то есть сообщество этих людей в отношении всего земельного участка, переданного соответствующему юридическому лицу. Следующий блок вопросов, это уже само физическое лицо, то есть сам гражданин с членской книжкой делает межевой план, и также идет свою процедуру и получает собственность бесплатно земельный участок. Я могу сказать, вот уже год действует закон, есть положительная динамика, уже порядка тысячи человек, которые имели только членские книжки на руках, те, которые воспользовались 320 ЗРК, уже получили собственность бесплатно в свои земельные участки, и теперь могут использовать дачную амнистию и зарегистрировать дом, свой постройку. То есть механизмы есть. Благодарю, Евгений. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вот такая ситуация. Земельный участок, этот там, ну, к дому, который приватизировали в Украине, ну, сказали приватизировать не можете, возьмите его в аренду, когда дом оформляли. Ну, тогда платил дедушка 10 или сколько, 20 гривен, а сейчас 3500, говорит, платите. А дедушка говорит, мне этот земельный участок возле дома и не нужен, заберите его, если вам надо. А они говорят, нет, надо платить и все. А договор вот это в Украине еще заключали. Да, ну, не могут понудить человека. Там вряд ли дедушка застал период до 1861 года. Вот, не все до такой степени закабалено. Вот, в любом договоре есть положение о расторжении в одностороннем порядке. Да, действительно, это не делается одним махом. Стандартный срок расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора с уведомлением за два месяца. С подписанием. Там не все так гладко, все вопросы, которые мы обсуждаем, могут уклоняться от подписания акта приема и передач земельного участка. Договор считается досрочно прекращенным именно с этого момента. Поэтому, если вот там, где я решил еще огерочки посадить, теперь уже накладно платить. Это, я так понимаю, не основной, это прилегающий земельный участок. Ну, вот на Южном берегу, например, очень распространено подпорные стены, где вот, чтоб не обваливался и прочее, арендуют небольшие клаптики люди, чтобы легитимно этим всем пользоваться, не платить штрафы. Да, можно попросить оставить телефон в редакции. Мы возьмем, окажем бесплатную юридическую консультацию. Запишите, пожалуйста, номер звонившего. Кто-кто, дедушки там по 3 500 не должны. Продолжая, вот все-таки дачная амнистия, да, она уже в более таком широком масштабе, понятно, вот условно берем дачный кооператив, да, там все послушно перерегистрировались, согласно закону, как положено, без проблем, да. А что дальше? Вот дальше генплан города. Куда будет относиться этот поселок? Кто будет создавать инфраструктуру для него? Садики, школы? Да бог с ним с этим. Ну, хотя бы начать с дорог, света, там, газа, если не нет. На самом деле разные же ситуации. Если мы с вами рассмотрим Каменку, то как бы принято политическое решение. Каменка уже воспринимается как определенный район города, да. Согласно генеральному плану, находится в границах города. И, соответственно, все проблемы с точки зрения, там, дорог, освещения, вывоза мусора и всего остального, это, конечно, ответственность муниципалитета. Если мы с вами говорим о классических каких-то садовых товариществах, которые находятся за границами, но они для этого и создавались, для того, чтобы люди могли посадить сад, иметь какой-то садовый дом, все-таки. Но сейчас мы даем людям и право прописки, и право узаконить недвижимость. Такой функционал тоже обозначен. Да, это федеральный закон в части прописки. Вот он начал действовать с 1 января, соответственно, 2019 года. И раньше вся страна жила по одним правилам, сейчас такая возможность возникла. Но что, вот я бы хотела вернуться к тому, что находится за границами, все-таки Каменка и Давидовка, и еще там несколько районов, это у нас больше исключение из правил, чем все остальные садовые товарищества. Они совместно несут время, расходов, развитие своей инфраструктуры. То есть все это прописано в законе. Мы эту тему еще продолжим. У нас пока есть звонок. Добрый вечер, вы можете спрашивать. Алло. Добрый вечер, задавайте вопрос. Добрый вечер. У меня такой вопрос, это город Ялса беспокоит. На нашей территории дом четырехквартирный, придомовая территория. Больше года назад подали документы на узаканивание границ придомовой территории. Занимался кадастровый инженер, проживающий в нашем доме. Землю эту на кадастр не поставили. Сам кадастровый инженер пристроил к этому дому порядка 300 квадратных метров. Еще 60 квадратных метров два этажа пристроил. Сказал, что это все теперь законно. Действительно, посмотрели в публичной кадастровой карте. Изменены площади дома. И написано, что трехэтажный домостроение. Хорошо быть кадастровым инженером. А в чем суть вопроса к нам? Ну, наверное, законы с действием кадастрового инженера. Если не поставлено кадастр, придомовая территория и самовольное пристроенное строение без согласия соседей. Чтобы поставить диагноз, необходимо как минимум видеть документы. Если он ссылается на то, что это закон, возможно, были какие-то судебные решения. Мы можем только предполагать. Я целых две приказки вспомнил. Хорошо быть рыбкой, хорошо быть кошкой, хорошо собакой. И второе, там ни мамонт, ни вымрет. Как так объегорили-то четверых взрослых людей, а то и, может, больше. Первое. Формирование земельного участка под многоквартирным домом. Это полномочия исключительно местной администрации. Куда смотрели коллеги? Вопрос важный. Если куда-то смотрели. Второе. Катастрофы инженера, если чего, набедокурила, внес недостоверные сведения. Это уголовная ответственность. Надзор за деятельностью, правда, не индивидуально. Катастрофы инженеров саморегулированных организаций. Катастрофы инженеров осуществляем мы на территории Крыма. Рекомендую написать об этом случае отдельное официальное заявление и обращение. Если мы находим технологические и юридические огрехи в работе товарища, то материалы передадим правоохранительные органы. Повторюсь, есть статья «Недостоверное предоставление сведений для внесения в ИГРН». Недавно криминализирована статья летом 2017 года, но прецеденты по РФ уже потихоньку создаются. Негоже единый госреестр прав на держиму, что не проходной двор. И чего кому вздумать туда вносить, не совсем правильно. Поэтому эти деяния криминализировали уже. То есть, по сути, необходимо зрителю написать заявление, да? Ну, а что делать, как вернуть ситуацию вспять? Ну, это в основном, если реально умысел человека был реализован, все они внесены, только в судебном порядке исключать. Тем временем у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Вы можете задавать свой вопрос. Добрый вечер. Алло. Да, спрашивайте. Скажите, пожалуйста, вот я живу в квартире. Это к постройке, называется, сели у нас дома. Вот, послуцкого. Вот. И получилось, что последняя квартира, седьмая, у меня отдельно стоит. Но я достроил дом, потому что у меня, ну как, перестроил, в связи с тем, что она была в Алине. А нас там не давали квартиры раньше. Просто сказали, ремонтируйте сами. А теперь мне не приватизировать не могу ничего. Потому что я перестроил сам самостоятельно. Что мне теперь делать? Рогазолы. Да, понятен вопрос, да, я думаю? Очень. Прямо было слышно частично вопрос понятен, и ситуация тоже понятна. Видимо, я работал в органах местного самоправления и знаю, что такое, так называемый, нежилой фонд. Да, это признавались аварийными по состоянию. Там, например, в лихие 90-е отопление выходило из строя. Люди буржуйками отапливались. Да, это не могло быть признанным жилым. Предоставлялось под восстановление с последующим правом на приватизацию. Но первично был перевод из нежилого в жилое. И, соответственно, мне неизвестно, скажу честно, как на сегодняшний день, например, там Симферопольская, Ялтинская, другие городские администрации решают данный вопрос. Но то, что он обязательно должен быть урегулирован. Потому что суммарно по Крыму, ну, в Симферополе только очередь была на жилье с 19 тысяч. И несколько сот случаев, ну, это на 2014 год было 19 тысяч, очередь нуждающаяся в улучшении жилищных условий. И несколько сот случаев решалось именно таким способом. У меня конкретная коллега по работе, ее родили там в пушкинских этих трущобах, внутри дворика ближе к центральному рынку, тоже брала под восстановление, легализовала. Несколько лет это заняло. Поэтому здесь важно понимать, как людям навстречу идет или не идет городская власть. Если не совсем идет, ну, то, наверное, надо рекомендовать. У нас же там проблема в перепланировке. Надо перепланировку заканивать. Да, там он же говорил, о том, что достроил. Вероятно, это комиссия муниципальная, жилищная комиссия и, соответственно, в суде. Да. То есть в целом на федеральном уровне жилищным кодексом этот вопрос урегулирован. Нет проблемы на Крымском. Дело в частном, конкретном случае. У нас, Евгения Александровна, ежедневные приемы. Вот. Может, в данном случае есть смысл встречаться. Записаться, да. Мы бы сопроводили. Ну, вероятно, уже последний, может, даже предпоследний вопрос. Да, все-таки хотелось разъяснить ситуацию с инфраструктурой, да, в этом случае дороги. Что делать членам кооператива, да, если сам кооператив не входит в границы города? Они что, брать в аренду? Они сами должны следить? Членам кооператива, вот по нашему закону, когда они, соответственно, пройдут всю процедуру, они получат на пять лет безвозмездное пользование земельный участок. В конце концов, все члены кооператива свои участки получат в собственности. Останется, условно говоря, такой каркас, да, из территории общего пользования, которые, соответственно, данные товарищи, члены кооператива своими, скажем так, вкладами приводят в соответствие, там, дороги, освещения, готовят, ну, траты, которые необходимы для его комфортного существования. И должность председателя как была, так она и останется. Вы имеете в виду по новому федеральному закону? Да. Да. То есть все точно так же, только вот с правом прописки, так сказать? Все точно так же, только не будет, если мы имеем в виду там федеральный закон, то не будет дачных товарищей, будет садовые товарищества, огороднические товарищества. На садовых товариществах возможно возведение, вот, регистрация жилого дома, садового дома, возможно, будет прописка, там урегулирован вопрос, какие должны быть вклады, взносы, скажем так, как, ну, более такой современный закон, который разъясняет и более упорядочивает саму деятельность и жизнедеятельность этого кооператива. Но у нас вот есть буквально минута, до минуты даже. Вы просто подняли эти вопросы. Короткая передача у вас до таких серьезных вопросов, которые требуют больше разъяснения. Ну, я вот хочу просто напомнить телезрителям, потому что, действительно, эта тема весьма актуальная, и в случае, если есть какие-то вопросы, вы столкнулись с необходимостью, там, как минимум, консультации, да, всегда можно обратиться к Евгении Добрынию и Александру Спиридонову, прийти к ним на прием, обрисовать проблему, я думаю, вам всегда помогут решить. Александр, ну, как обещал, последний вопрос вам, вот, когда дачная эпоха подходит к концу, что будет с прокурорами? Они же на пенсии становятся заядлыми дачниками, а вроде как привыкли сажать. Будут садоводами. Меньше всего мне интересует участь этой социально защищенной категории граждан. Я надеюсь, они также безрождественны ко мне. Поэтому шутка плюс. Ну, главное, чтобы не были мы безразличны к людям, которые сталкиваются с проблемой. Я вас благодарю за беседу, успехов вам в работе, зрителей благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!